Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Михаил Анатольевич Еремушкин, главный врач лечебно-реабилитационного клинического центра Юдина, профессор, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Михаил Анатольевич! Добрый день, Мария! Очень рады вновь видеть вас в нашей студии. Михаил Анатольевич, прежде чем затронуть тему современной жизни реабилитационного центра, давайте немножечко вернемся назад, в исторический экскурс. С чего все начиналось? Ну, сразу хочется прямо отметить, что 7 июля в федеральное государственное бюджетное учреждение национальный центр реабилитации и курортологии отмечает 100-летие. Это действительно большой юбилей, а лечебно-реабилитационный центр Юдина является филиалом непосредственно вот с такого головного учреждения. И мы также совместно с нашим главным офисом справляем вот этот праздник, этот юбилей. Но хочется отметить, что в этом же году ЛРКЦ Юдина отмечает 33 года своей жизни. Но это уже внушительный путь. Мы стараемся. Но самое главное, что сама история ЛРКЦ Юдина началась буквально даже, можно сказать, в 1972 году, когда по решению тогда еще директора Института курортологии и физиотерапии в селе Юдина были пробурены две скважины с минеральной водой. Одна на 400 метров, это питьевая минеральная вода, минерализация 4 грамма на литр, ну почти что Ессентуки 4. И вторая, достаточно большая скважина, 950 метров, там минерализация около 100 грамм на литр. Это, по сути, такой солевой рассол. И до сих пор эти скважины работают. Мало того, в нашем центре пациенты принимают и питьевую минеральную воду, и принимают больную терапевтические процедуры в этом соляном рассоле. Так вот, в 1972 году пробурили, в 1978 решили, что нужно строить обязательно загородную клинику. И в 1988 году, наконец-то, революционный центр, тогда назывался Юдина, принял своих первых пациентов. Вот такая, в принципе, краткая история, которая начинается именно с 1988 года. Постепенно он расширялся, строились в том числе и новые блоки, грязи лечебницы, больную лечебницу. И сегодня, ну, действительно, что есть... Многопрофильный реабилитационный центр. Многопрофильный реабилитационный центр, ну, и полнозначный лечебный реабилитационный клинический центр Юдина, являющийся филиалом Национального центра реабилитации и куртологии. Какое место сегодня лечебно-реабилитационный клинический центр Юдина занимает среди медицинских учреждений схожего типа? В принципе, вообще, даже вот, как совсем недавно говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, о том, что до недавнего времени реабилитации, медицинской реабилитации как таковой, в стране, по сути, не было. И уж, если честно говорить, то до 2012 года была преимущественно медико-социальная реабилитация, которая рассчитана на инвалидов. А вот именно с 2012 года начался этап формирования структур медицинской реабилитации со своими, там, тремя этапами и так далее. Вот сегодня ЛРК Циудина представляет собой реабилитационное учреждение второго этапа медицинской реабилитации. Второй этап, он свойственный для реабилитационных центров, и в его, не знаю, задачи, функционал входит использование максимального количества различных физиотерапевтических методов, методов лечебной физической культуры. И, ну, если даже положа руку на сердце, можно сказать, что сегодня ЛРК Циудина по оснащению, ну, является одним из таких современных центров, ну, даже по всей России. Единственное, что можно отметить, что сегодня достаточно непростая ситуация с реабилитацией в Московской области. Действительно так, потому что по последнему приказу о медицинской реабилитации все реабилитационные центры делятся на четыре уровня. Вот ЛРК Циудина является учреждением четвертого уровня, федеральным, а вот третьего, второго уровня, то есть отделение реабилитации в больницах, в каких-то клиниках, ну, к сожалению, еще не совсем развита эта система. И, ну, буквально с этого года предстоит как раз и заниматься такой достаточно сложной работой, то есть организацией маршрутизации пациентов по реабилитационным центрам. А ЮДИНА является как раз, ну, окончательным таким центром, в том числе даже экспертным центром, так как представляет собой федеральное учреждение. Михаил Анатольевич, Вы затронули тему маршрутизации пациентов. Как попасть в Ваш центр? Ну, на самом деле, достаточно просто, как и, по сути, в любой другой центр. Для этого необходима, так называемая, форма 057, направление на медицинскую реабилитацию. Записи там очень простые, фамилия, куда направляется пациент и для чего. Хочется сказать, что корректнее всегда писать на курс медицинской реабилитации. Иногда врачи, ну, скорее всего, по незнанию пишут, там, реабилитационное лечение или еще какие-то консервативные лечения, такие термины. Реабилитация и лечение – это, ну, достаточно разные вещи, их нужно различать. Реабилитация – это технологический процесс. То есть, для того, чтобы попасть в реабилитационный центр, должны быть не просто какие-то заболевания, а должны быть нарушения функционирования. То есть, даже пациент, попадая в реабилитационный центр, в истории болезни всегда записывается цель. То есть, что мы хотим с ним сделать. То есть, допустим, пациент не умеет вставать. Учим вставать. Не умеет ходить. Учим ходить. Не умеет, не знаю, там, брать кружку, стакан. Учим этому. Задыхается там через 100 метров. Учимся, чтобы задыхался там через километр вообще. А лучше вообще не задыхался. А лучше вообще не задыхался. Ну, то есть, ну, ставится очень-очень конкретная задача. В лечении такого нет. А реабилитация, как я уже сказал, это технология, набор технологических таких практик. Огромное количество различных методов, физиотерапии, лечения, физкультуры, там, двигательной активности, которые используются для решения этой конкретной задачи. Вот это как раз и является особенностью реабилитационного процесса как такового. Что нового на сегодняшний день внедрено в работу учреждения? Ну, хочется сказать, что вот за последние именно два года центр, ну, радикально преобразился. Если раньше, да, это был реабилитационный центр Юдина, но вот в последнее время, когда он стал именно филиалом МИЦ реабилитации куртологии, вот благодаря директору как раз Анатолию Дмитриевичу Фесину, сейчас в центре есть, ну, такие методы, как экзоскелеты. То есть, ну, достаточно сложный такой высокотехнологичный метод – виртуальная реальность. Системы с биологической обратной связью для тренировки баланса, равновесия, силы. Установлен реабилитационный роботизированный комплекс «Контрэкс». Такая немецкая разработка, действительно настоящий робот для и диагностики, и для тренировки, ну, скажем так, суставов, и околосуставных мышц. То есть, еще раз говорю, по оснащению это уникальный центр. Насколько успешно осуществляется научно-исследовательская деятельность в университете? Какие направления наиболее сегодня приоритетны? Так как ЛРКЦ «Юдинин» является филиалом научного центра, то и задача научных разработок тоже сама переносится, в том числе и на нас. Вот одна из интересных таких разработок – это дистанционный мониторинг пациентов, который мы только-только запускаем в рамках научно-исследовательской разработки. Это по заказу Минздрава, ну, достаточно сложная такая научная разработка. Вот представьте такую ситуацию. Пациент поступает в центр, ему одевается фитнес-трекер, ну, типа такие фитнес-браслет, часы на руку, и в течение всего дня, в течение всего курса он ходит с этим браслетом. В принципе, ничего сам не смотрит, не делает, а в это время вся информация поступает в некий сервер лечащему врачу, который в любой час знает, в каком состоянии находится пациент. Мало того, в компьютерной программе уже прописан весь распорядок дня пациентов. Мы, допустим, видим, что при какой-то процедуре есть повышение, ну, допустим, пульса у пациента. Изначально устанавливаются некие рамки, так называемые терапевтические коридоры, и если пациент их превышает, ну, значит, это проблема. Или меняем методику, или еще решаем вопрос, то есть, почему же это произошло. Вот это достаточно интересная, на мой взгляд, вот система. Мне кажется, если апробация, как бы, этого метода пройдет достаточно успешно, его можно распространить и на наши филиалы, которых у нас вообще в МИЦ реабилитационной уртологии 7, но также и на другие реабилитационные центры. Еще одна разработка, клиническая апробация и нервская тема – это теренкуры со скандинавской ходьбой. То же самое, под контролем самочувствия пациентов, то есть, а как же нужно правильно ходить, особенно при разных заболеваниях. Мы знаем, как должны пользоваться палками для скандинавской ходьбы пациенты в режиме оздоровительных тренировок, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а вот при других нозологиях, при артрозах коленных, это забедренных суставов, при заболеваниях желудка, при неврологической какой-то патологии. Ведь скандинавская ходьба и плюс теренкур, то есть, ходьба с восхождением, ну, тоже при этих состояниях может принести достаточно существенную пользу. Какие приоритетные планы по развитию центра в краткосрочной перспективе? Ну, конечно, несмотря на то, что вот я сказал, что по оснащению центр представляет собой достаточно уникальное учреждение, у нас есть, конечно, и хозяйственные вопросы. Мы сейчас облагораживаем территорию, то есть, достаточно серьезно, и спасибо и Федеральному Минздраву Российской Федерации, и Минздраву Московской области, и вообще правительству Московской области, что сейчас начинают именно помогать нашему центру по ремонту дорог, по формированию правильных теренкуров и уличных оздоровительных площадок. Ну, вот сейчас как бы это одна из основных задач. Помимо всего прочего, мы организуем так называемую палату интенсивной терапии в нашем центре. То есть, когда сможем к себе как раз брать пациента в достаточно тяжелом состоянии и уже на реанимационной койке проводить какие-то реабилитационные мероприятия. Ну, вот сейчас как бы вот самые краткосрочные задачи именно эти. Если заглянуть чуточку дальше, посмотреть вперед, что в планах, что хочется, чтобы появилось в центре? Непростой такой вопрос. Конечно, много чего хочется, много что можно там развивать. Но вот на ближайшие условно пять лет хочется сделать так, чтобы ЛРКЦ Юдина стала действительно одним из основных реабилитационных центров Московской области. Для того, чтобы вот система маршрутизации была достаточно четко расписана и пациенты понимали, что они приезжают не на отдых, приезжают не там подлечить какую-нибудь там, не знаю, там болячку, а действительно ЛРКЦ Юдина рассчитан на сложных пациентов, действительно тяжелых. И самое главное, там есть некий реабилитационный потенциал, чтобы вот благодаря тем возможностям, которые даже уже сейчас есть в центре, мы могли вот помогать вот именно тяжелым пациентам с нарушением функционирования. Вот когда эта система вот будет выстроена полностью, мне кажется, это, в общем, прекрасная такая, даже не знаю, как назвать, ну, мечта даже реализованная. Прекрасные планы. Мы желаем, чтобы все они обязательно осуществились. Спасибо. И мы поздравляем со столетним юбилеем университета, конечно же, наш любимый клинический центр Юдина. Спасибо большое, Мария, спасибо. Спасибо, Михаил Анатольевич, что сегодня были с нами. Спасибо за интересную беседу. Спасибо. До свидания. Вы смотрели «Формулу здоровья». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова